Всем привет! Обычная система частиц не работает с пользовательским интерфейсом, и поэтому в этом видео на двух примерах я покажу, как из обычного 2D или 3D эффекта сделать UI эффект. Чтобы вы понимали, какой размер этого эффекта, на сцену я вестил стандартную капсулу. И чтобы сделать с этого эффекта UI, понадобится перейти на сайт, ссылку я оставлю в описании, и скачать Unity UV Extensions 2.0. После чего вам нужно разархивовать всего один скрипт и один шейдер. Выберите скрипт UI Particle System, а также UI Particle Additive Shader. После того, как вы все это импортировали, можно приступать к созданию UI эффекта. Как вы видите, сейчас этот эффект рендерится с помощью камеры, а нужно сделать его рендер с помощью UI, поэтому нужно переместить эффект на канвас. И сейчас он находится в углу канваса, поэтому нужно скинуть настройки трансформа, чтобы он оказался на центре. После чего нужно выбрать все части эффекта, все компоненты системы частиц, и добавить на них скрипт UI Particle System. После чего нужно выбрать главный компонент и увеличить размер, примерно где-то на 250 единиц. Думаю, нормально будет. Как вы могли заметить, сейчас вместо обычных материалов, которые в вкладке Render, потому что она не работает с UI, находится вот этот стандартный материал из шейдера, который мы скачали со скриптом. Поэтому нужно выбрать все те же материалы, что и были в вкладке Render. Этот эффект удалось просто переделать под UV, но есть эффекты, с которыми возникают проблемы. Например, вот этот. Я сейчас его также перетащу на канвас и скину настройки трансформа. К нему также к каждому компоненту нужно добавить скрипт UI Particle System. Перейти во главный компонент и также изменить скейл. Сейчас я выберу материалы. Как вы могли заметить, в этом эффекте есть проблемы со скейлом и сортировкой. Чтобы исправить проблемы со скейлом, нужно отключить 3D Start Size и настроить размер в Rack Transform с помощью скейла. После чего перейти в укладку Shape на нужном элементе и чуть-чуть сдвинуть его на нужное место. Как вы видите, сейчас эти кинжалы отображаются на переднем плане, а нужно переместить их на задний. Для этого нужно выбрать эти компоненты и добавить им элемент Canvas. После чего в Canvas нажать галочку Override Sorting и выставить их на задний план с помощью отрицательного значения. Можно еще перенести некоторые элементы на передний план, например, эти звездочки. Чтобы это сделать, для них также нужно добавить элемент Canvas и настроить сортировку. На этом все. Эти два эффекта можно будет скачать у меня на Patreon. Ссылки я оставлю в описании. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok